В пункте проведения экзамена запрещается пользоваться средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, аппаратурой, средствами хранения и передачи информации. Многочисленные инструктажи и пристальные проверки. Здесь все как на настоящем экзамене, только по обе стороны парт, журналисты и в роли испытуемых, и в ранге наблюдателей. Рособорнадзор совместно со столичным департаментом образования провели для представителей прессы пробное ЕГЭ, чтобы наглядно продемонстрировать новые правила. Для большей убедительности руководители ведомств сами взялись за ручки. В этом году никаких содержательных изменений в ЕГЭ не будет. Сочинения планируется вести со следующего учебного года. Но что изменится? Мы повышаем информационную безопасность. О серьезности новых мер безопасности можно судить уже на входе в пункты проведения экзаменов. Металлодетекторы не позволят ученикам принести с собой мобильные телефоны и прочие технические устройства. А установленные в классах видеокамеры не дадут воспользоваться бумажными шпаргалками. Система видеонаблюдения схожа с той, которая использовалась на выборах. Мы в нормативной базе прописали как обязательное требование наличие системы видеонаблюдения в каждой аудитории и хранение записи в течение трех месяцев. Планируется, что будет создан специальный портал, в котором будут иметь доступы федеральные инспектора, федеральные общественные наблюдатели. Впрочем, недоверчивые журналисты все-таки попытались найти брешь в новой системе безопасности. Не получилось. Я подумала, что любой школьник, который попал в такие же условия, в принципе может засунуть бумажную шпаргалку куда-то в паспорт, засунуть за обложку. И решила проверить, можно ли на принципе такой возможностью воспользоваться. Оказалось, что нельзя. Ко мне тут же общественный наблюдатель подошел, подхватил, вывел, заполнил бланк и аннулировал мой вариант ответов. С целью оптимизации проведения единого госэкзамена в этом году будет увеличено число общественных наблюдателей и сокращено количество пунктов проведения ЕГЭ. Мы сейчас в прошлом году начали уменьшать количество пунктов приемов. В этом году их будет 317. Это почти в два раза меньше, чем было в 2011 году. В каждой аудитории, кроме учителя школы, которых мы привлекаем в качестве организаторов, будет обязательно в паре с ним преподаватель московского вуза. В Рособорнадзоре обещают ликвидировать и утечки экзаменационных материалов в соцсети. Мы договорились с социальными сетями, что в случае, если какая-то информация будет появляться в социальной сети, нас в социальной сети информируют об этом, и мы принимаем соответствующее решение. Увышение объективности будет способствовать перекрестная проверка результатов ЕГЭ. То есть работа московских школьников будут проверять преподаватели из других регионов. Анастасия Норионова, Чистяков Дмитрий Виноградов, СТВ, Москва.